Как гласит легенда, Альпийским, это небольшая и удивительная по своей красоте страна, с севера и юга защищена высокими горными хребтами. Здесь есть все, покрытые снегом вершины и субтропики, альпийские луга и пустыни, густые леса, плодородные равнины и природные минеральные источники, воды которых творят чудеса. Богата эта земля и культурными традициями, которые бережно передаются из поколения в поколение. Главным национальным достоянием у грузин считается виноделие. Им занимаются здесь более 8 тысяч лет. Грузия – страна монастырей. Христианство и виноделие в Грузии тесно переплелись. Величайшими виноделами древности были монахи. Говорят, именно Богородица в первой половине IV века благословила святую Нину на поход в Грузию и вручила ей крест с чуть опущенными концами, сплетенный из виноградной лозы. Грузия является одним из основных очагов возникновения виноградной лозы и родиной культурного виноградарства. Несмотря на опустошительные набеги врагов, в Грузии сохранились уникальные сорта винограда, которых больше нет нигде в мире. Всего виноградных сортов здесь более 525. Перенесемся в грузинскую семью XV века. Для брожения и хранения вина использовались глиняные кувшины самых разных размеров – квеври. Их изготовление – это целое искусство. Глина для квеври содержала известняк с примесями золота, меди и серебра, которые служили природными антисептиками. Слой за слоем вручную глина наносилась на сосуд. Три месяца занимало изготовление одного кувшина. Затем квеври отправляли в печь и обжигали в течение 10 дней. Готовые кувшины с внутренней стороны покрывали пчелиным воском, оставляя небольшие поры, чтобы вино дышало. И закапывали в землю по самое горлышко. Квеври отлично поддерживали температуру брожения вина – 15 градусов. Традиционная грузинская семья имела свой виноградник и собственную рецептуру изготовления вина. В желоб, сделанный из ствола дерева, помещали ягоды винограда и давили их ногами, чтобы не повредить косточки. Через отверстия сок попадал в квеври, которые располагались в специальных хранилищах – марани. Сосуды плотно запечатывали на 6 месяцев. По решению ЮНЕСКО в 2013 году уникальный способ изготовления вина в квеври получил статус «памятник культурного наследия». Из виноградного сока и орехов также делали знаменитое лакомство – чурчхеллу. Широко применялось перегонное устройство для изготовления из вина более крепкого напитка – виноградного бренди. Праздник сбора урожая и давления винограда сопровождался традиционным застольем – супрой. Обильная трапеза не обходилась без виноградного бренди, которое в нашей семье называли капцала. Без изменений эти традиции дошли до нашего времени. Рецепт традиционного семейного напитка капцала тщательно хранился с 15 века и передавался от отца к сыну. Этот бренди, или «жженое вино», изготавливается методом двойной перегонки в дистилляторе. Молодое вино нагревается на дровяной печи в резервуаре из меди, который нейтрализует вредные токсины. По мере прохождения по всем отделам аппарата спирт отделяется от вина. В итоге вкусовые, ароматные и целебные свойства вина переходят к бренди. Для окончательного развития и насыщения этот драгоценный напиток настаивали на грецком орехе. В течение всей выдержки контактирует лишь орех и бренди. Последнюю деталь в историю этого волшебного эликсира добавляет роскошная упаковка. Бренди разливают в бутылки, сделанные вручную и выполненные из знаменитого богемского стекла. Капцала-Дистеринг. Монастырские традиции и непревзойденное качество. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!